Итак, дорогие друзья, мы начинаем новые уроки по Рамбаму, по книге Мишней Тора, книга знания. И мы хотим получить Тору и знать о Рамбаме, для нас что-то важное для здоровья. И есть книга, которая называется «Законная черта характера». И в этой книге рассказываются рекомендации Рамбама, как врача и знатока Торы, о том, как надо следить за своим здоровьем. Но начинается эта книга, интересным образом, с описанием черт характера, которые помогают поддерживать правильное здоровье. То есть все начинается с духовного. Итак, у людей бывает множество разнообразных черт характера, крайне отличных друг от друга. Бывает человек раздражительный, всегда злится. И бывает человек спокойный, не злится никогда. Например, Всегда спокойный, всегда улыбается, не злится никогда. А если разозлится, а если разозлится, А если разозлится, То совсем чуть-чуть, И раз в несколько лет. Бывает человек очень гордый. И бывает весьма смиренный, очень скромный человек. Бывает, что обуревает человека страсти. Знаешь же, ему что-то хочется, ему надо что-то. И не насытится душа его в погоне за их удовлетворением. И никак он не может успокоиться. А бывает, что чист человек от материальных желаний. И совершенно не вожделеет даже того малого, что необходимо телу. Бывает такое, что ему ничего не влечет. Спокойно. Ничего не нужно. Вы таких пациентов встречали? Конечно, всякие разные люди бывают. Бывает человек с алчной душой. Здесь есть пояснение. В оригинале с широкой душой. Однако этот оборот здесь подразумевает нещедрость. Как можно было подумать и наоборот, стяжательство. Как в Кирке Авод отписано. С алчной душой. Которую, так вот такую душу, которую не удовлетворить никакими земными благами. И о таком сказано. Любящие деньги и не насытятся деньгами. И есть бездельник. Который удовлетворяется даже немногим, недостаточным. И не стремится получить необходимое. Обязательно бездельник? Здесь сказано бездельник. Ну, скажем так. Бывают люди, архельники, которые работают над какими-то проблемами и мироздания, себя-то удовлетворяются. Смотрите, здесь есть еще такое пояснение. Искоэлит. Да? Царь. Царь. Искоэлит. Глупец сложил руки и будет есть самую себя. Говоря, что лучше горсточка, но в покое. Ну, в общем, человек, которому ничего не надо. Он ни к чему не стремится. Наверное, нету есть неточность переводов. Ну, здесь буквально сокращ... Да, сказано... Сказано буквально сокращающий. Окей. Который удовлетворяется даже немногим, недостаточным, не стремится и не стремится получить необходимое. Окей? Бывает такой, что мучает себя голодом и копит. Деньги собирают, не ест ничего. И любой потраченный им грош причиняет ему великие страдания. Жалко потратить на себя даже, там, покушать. И бывает такой, что сознательно растрачивает все свое достояние. Что есть, все, отдает. И так же бывают присущи людям остальные качества, как, например, весельчаку и унылому, скряге и щедрому, жестокому и жалостливому трусу и крабрецу и им подобным. Разные бывают качества людей, да? И есть между каждой парой противоположных черт характера широкий спектр промежуточных состояний. Окей. То есть, есть там жадный, есть расточительный. И между ними есть еще очень много других людей с другими качествами, которые отличаются. Среди качеств есть такие, что заложены в человеке с рождения. Он врожден, но есть качества. В соответствии с телесной природой есть такие, к которым человек предрасположен от природы и может их приобрести скорее, чем другие качества. А есть какие-то склонности у человека, которые он может развить быстро. И есть такие, которыми не обладает человек с рождения, но приобрел их от других или обратился к ним сам вследствие собственных размышлений. То есть, у него нет качеств, но он сам подумал, что это хорошо бы было, скажем, изменить себя. И развить такие качества. И он начинает это делать, осознанно развивать в себе это. Или услышав, что это качество полезно ему и стоит его приобрести, стал вести себя в соответствии с ним, пока не приобрел. То есть, в процессе воспитания человек может развить это. И ребенку можно привить какие-то качества в процессе воспитания. «Те две крайности, что заложены в каждой из черт характера, негодный образ поведения, и не стоит человеку не следовать им, не пытаться их усвоить». То есть, рабам считают, необходимо предупредить, что простые люди видят в крайности их достоинства и склонны расторгаться всем самым-самым, самым красивым, самым богатым. Однако в профессиональной жизни такие крайности никак не могут считаться достоинствами. То есть, не надо, крайности не очень. И если почувствовать, что имеет природную склонность к одной из них, или готов следовать одной из них, или уже достиг одной из них, ведет себя соответственно, должен вернуться к правильному пути и идти дорогой праведных, которую называют прямой дорогой. Что такое прямая дорога? Объясняет Рамбам, что прямая дорога – это мера средоточия, свойственная каждой из черт характера. И это качество, которое отдалено от обеих крайностей на одинаковое расстояние и не приближается ни к этой, ни к другой. Ни к этой, ни к той. Ни к этой, ни к этой. То есть, золотая середина. Совершенно верно. То есть, нам важно понять, что крайности не очень хорошо, а вот середина – прямая дорога. Поэтому указаны, или указали мудрецы прежних поколений, что человек должен все время оценивать черты своего характера, управлять ими и направлять их посерединному. То есть, смотреть, что за черты и идти серединным путем. Впервые была высказана еврейская мудреца или кто-то и до них? Я не думаю, что что-то… Я не думаю, что кто-то что-то мог придумать. Потому что вся мудрость – она из того. Вся мудрость – она от Бога. Если где-то что-то, кто-то что-то сказал умное, то он от себя ничего придумать не мог. Хорошо. Так вот, посерединному пути, чтобы быть телесно совершенным, сказано здесь. О, вот мы уже к телу. К телу уже приходим. К телу. К теле совершенным. Каким образом, задается вопрос, как это делать? Не должен быть раздражительным и легко впадать в гнев. Она таким вспыльчива. Но и не бесчувственным, как покойник. Что такое? Ему говорят, что он вообще не реагирует. Тоже нехорошо. Но в среднем гневаться только на такие вещи, которые того заслуживают. Да? Дабы подобное больше не повторялось. Например, вот такой пример сразу вспоминается. Например, сказано в воспитании детей, что положено гневаться, но не так, чтобы ребенка задавить, запугать, а чтобы показать ребенку особенность ситуации. Например, ребенок, идешь по магазину, он хватает конфету с полки и кладет себе в карман. До кассы еще. Значит, папа должен на него поругаться, сказать, «Ты что делаешь?» Не то, что прям «Ах, ты бандит». Или ребенок бежит, не дай бог, через дорогу бежит, не глядя. Тогда папа кричит, «Что ты делаешь?» Он может даже дать ему раз, чтобы научить его, как себя вести на дороге, чтобы спасти ему жизнь, чтобы он себя не подвергал опасности. И такой гнев, это очень важно, иначе ребенок, ты не можешь с улыбкой некоторые вещи делать, правильно? Тогда ребенок поймет, «Стоп, здесь опасно, здесь нельзя». Да. И не следует стремиться ни к чему, кроме вещей, необходимых телу, без которых невозможно жить. Вот мы опять в тело уже приходим. Так вот, это призыв к отказу от чрезмерных излишеств, а не к аскетическому образу жизни. То есть, допустим, есть некоторые вещи, которые, ну, скажем, сладости возьмем, да? То есть, чтобы человек, зная, что много сладкого вредно, скажем, да? Но, если мы